В этом году в шестом микрорайоне произошли сильные изменения. Масштабное благоустройство затронуло проезжие части, парковки, детские спортивные площадки, скверы. Работы удалось выполнить благодаря слаженному взаимодействию администрации Ленинского городского округа и сотрудников территориального отдела. Сделали площадку для скейта по улице Ольховы. У нас три детские площадки были заново возведены. Ранее их там просто не было. Одна была в комплексном благоустройстве вместе с асфальтовым покрытием вокруг дворов. И дороги. Это дорога в деревне Ермолина. Еще народные тропы, лестницы. Достаточно большой комплекс в этом году было выполнено. Эти две детские площадки в купеленке возле четвертого дома. Завершающий этап комплексного благоустройства в шестом микрорайоне. Но реконструкция игровых элементов еще не завершена. Об этом говорят соответствующие объявления. Однако люди их игнорируют и подвергают опасности своих же детей. Все там открыто. Вдруг они не зафиксированы или как там она еще не доделана. То есть веревки не... Ну как бы... Она не закончена, короче говоря. Тем более... Но обычно здесь висела лента. Люди убирают сами? Мы пришли сюда в первый раз. Просто мы ждали, ждали, когда она откроется. Ну вот. Нарушили, скажем так, правила. Прежней площадке в купеленке было более шести лет. Ее устанавливал еще застройщик. Монтаж новый начался в августе. Сейчас работы находятся в финальной стадии. Понравилась, конечно, лучше, чем была. Была... Очень было страшно на нее залазить. И сейчас более... Конструкция хорошая. На площадке для детей постарше осталось залить прорезиненное покрытие. А на той, что для совсем маленьких, его уже положили. Только вот люди по нему ходить начали раньше времени. Поэтому рабочим пришлось исправлять результат несознательности жителей. Мы и в своих соцсетях неоднократно размещали информацию о том, что идут работы. Мы информируем жителей через чаты домов, через председатели домов, которые имеются у нас в наличии. И, собственно говоря, люди не всесознательные. Хочется, конечно, обратиться прежде всего к нашим мамочкам, чтобы они понимали, что это все небезопасно. И они самостоятельно подвергают опасности своих детей. Не введенные в эксплуатацию конструкции уже повреждены. И все это на совести самих жителей. Официальную игровую зону откроют до конца октября. А пока вся ответственность за здоровье детей на родителях, которые убирают ограждения и нарушают правила. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.